Партнер программы Десцентр Гарант. Телефон в Орске 321986. Здравствуйте, я Наталья Бейкер и вы смотрите новости. В ближайшее время мы расскажем о самых важных и интересных событиях Орска, Новотроицка, Гай и всей Оренбургской области. В этом выпуске смотрите. Когда в Орске наконец отремонтируют переезд в районе Парковой площади и как город готовится к предстоящим выборам. Эти и многие другие темы обсудили на прошедшем аппаратном совещании. Обо всем подробно в эти минуты. В Орске на улице Ялтинской бродячие собаки уже как два года оккупировали детскую площадку. Даже было несколько нападений на людей. Все подробности вы узнаете в этом выпуске. Чтобы привлечь внимание общественности, Арчанин вышел на одиночный пикет. Мужчина против введения масочного режима. Все подробности через пару минут. Орск готовится к предстоящим выборам. Напомним, жители города будут определять четырех депутатов в Орске городской совет. Организует и будет проводить выборы территориальная избирательная комиссия советского района. Итак, до выбора будут проходить по четырем округам. В Октябрьском районе один округ, в Ленинском районе два округа, в Советском районе один округ. Будут работать 15 участковых избирательных комиссий. Списки кандидатов по политическим партиям заверены. И на момент выхода этого материала информация такая. Заверены списки от кандидатов политических партий «Единая Россия», «ЛДПР» и «Партия ветеранов». Отказ получили кандидаты от партии КПРФ. Отметим, принимается или нет список со всеми кандидатами. Нельзя отдельно кого-то принять, а кому-то отказать. Как пояснила Надежда Середина, председатель территориальной избирательной комиссии советского района Орска, причина – неверное оформление документов. Добавим, что прием документов продлится до 27 июля до 18 часов. Поэтому у КПРФ еще есть шанс подать список без ошибок и попасть на выборы. Кроме того, 8 человек, самовыдвиженцев, уже уведомили комиссию о желании участвовать в выборах. Напомним, основной день голосования – 11 сентября, но сделать свой выбор можно будет в течение двух дней – 10 и 11 сентября. В Орске свободными оказались округа под номерами 4, 14, 16 и 19. В Орске переезд в районе Парковой площади на пересечении проспекта Мира и Орского шоссе по планам отремонтируют до конца этого года. Если быстро найдется подрядчик, разумеется. Об этом рассказал заместитель главы по муниципальному хозяйству Артем Учки на аппаратном совещании. История с этим переездом длится уже долго. Вообще-то, его отремонтировали меньше года назад. Урская организация уложила здесь плиты от местного производителя. Но они стали крошиться. Глава Урского, Василий Козупица, еще с начала весны требует решить вопрос с ремонтом. Переезд он назвал «головотяпство» и сказал, что терпеть это уже дальше никак нельзя. Проблема там вот в чем. Плиты, которые использовал подрядчик, оказались ненадлежащего качества. Артем Учкин рассказал, что споры со строительной компанией шли два месяца. В итоге контракт с ней расторгли. Часть средств вернется городу. На переезд снова составят отдельную смету и с помощью торгов найдут нового подрядчика. Ремонтировать будут снова плитами. Надеемся, теперь качественными. Все остальные переезды по проспекту Мира отремонтировали. В планах сделать еще один больной переезд. На пересечении улиц Советская и Петрашевцев. Там водителям, объезжая яму, приходилось даже нарушать ПДД. Сейчас ямы временно залатали. Глава Урского, Василий Козупица, поинтересовался, планируется ли его ремонтировать. Артем Учкин пояснил. Смету составили, но пока средств на этот участок нет. Как только появится финансовая возможность, этот перекресток тоже отремонтируют. В поселке Степной для удобства горожан разместят график движения общественного транспорта. Находиться он будет в самих маршрутках. Об этом заявил руководитель Советского района Орска Андрей Челноков на аппаратном совещании в мэрии после встречи с жителями Гудрона. Администрация города приняла такое решение из-за многочисленных жалоб арчан на длительное ожидание машин, особенно в вечернее время. Также в мэрии добавили, ссылаясь на слова представителей перевозчиков, что в Степном вечерний час пик интервал движения автобусов уменьшается, чтобы жители могли вернуться из города в поселок. Действительно, четко установленный график движения общественного транспорта облегчил бы жизнь горожанам. Хочется верить, что его будут соблюдать не только жители, но и сами перевозчики. Кстати, на встрече руководителя Советского района Андрея Челнокова с жителями Гудрона поднимался вопрос о закрытии единственного отделения Сбербанка в поселке. Ранее мы сообщали, что отделение уже закрылось 4 июля. Однако, по новой информации, сейчас офис банка работает и закрыть его планируют с 4 августа. Сберкасса нам нужна, потому что у нас здесь банкоматов нет. Люди получают пенсии, оплачивают какие-то платежи. Ездить до того же вокзала, ну как бы это накладно пенсионерам. Эту проблему пытается решить городская администрация. Андрей Челноков на аппаратном совещании в мэрии сообщил, что отправил официальное письмо руководству Сбербанка. Однако, в компании ему ответили, что отделение в Степном все-таки придется закрыть из-за его нерентабельности. На что глава города Василий Казупица поручил Андрею Челнокову провести личную встречу с руководством Сбербанка, дабы все-таки прийти к общему знаменателю в этой проблеме. В Орске уже почти два года жители домов 85, 87 и 89 по улице Ялтинской страдают от нападений бродячих собак. Арчане рассказывают, что животные оккупировали детскую площадку и не дают покоя жителям. По словам местных, в прошлом году собак было четверо, в этом стало больше десяти. Бродячие псы загрязняют территорию и топчут цветники, не дают спать по ночам, лая его и на весь двор. Кроме того, арчане считают, что соседство захватившими детскую площадку собаками не только неправильно, но и опасно. Двор у нас проходящий, у нас рядом онкология, в которой идут больные люди и боятся уже нашего двора. У нас во дворе садик 56-й, родители водят в садик детей, скоро начнется школа, это 43-я, которая тоже. В общем, мы обращаемся за помощью к вам, как к телевидению, к нашей администрации города. Вот обратились к Липатовой и надеемся, что помощь эта окажется не в течение 30 дней, как нам было сказано, а раньше. Чтобы не было таких ситуаций, что в какой-то момент погибнет человек и еще хуже, если погибнет маленький ребенок. Это будет непоправимая ситуация. Жертвой нападений бродячих животных уже стал арчанин Александр Шорохов, проживающий в доме номер 89 по улице Ялтинской. Мужчина возвращался домой и за ним начала следовать одна из собак. Не придав значения и понимая, что в случае нападения он с ней справится, мужчина продолжил путь к подъезду дома. Но в один миг он оказался окружен стаей собак. Одна из них укусила его, из-за чего Александр три месяца посещал больницу и делал необходимые уколы. Я все время обходил вот с той стороны, я уже знал об этом, да, и все время оттуда обхожу, вижу, если тут у них нет, я раз в свой подъезд ныряю, а это что-то шел и обогнул так вот, обогнул, и забыл, ну вообще задумался, и вдоль дома так вот иду. А одна собака, вот видите, вот эта здоровая, рыжая, здоровая, вот здесь вот где-то была, в песочнице, она так прыгнула на меня сюда, но я от нее думаю, она одна. А потом что получается, когда вот идешь, да, и они или оттуда, или где они были, или за машинами, дядь, лежали, потом как выскочили, и я вот досюда дошел, вот досюда успел, и они меня вот так вот окружили. Вот мне промасовалось немножко, это тот самый здоровый, который выпрыгнул, который меня укусил, он с этой стороны был, а эти вот так вот окружили меня, прям со всех сторон. Ну, собаки они, это эти и волки, это то же самое. И знаете, а здесь же в божестве снег кидают, здесь снегу было вот так вот, мне туда уже отступать некуда было, понимаете. И все, я вот тут вот стоял, я уже думаю, как же их отогнать, ну, схватил, это самое, только намокнешь, они отбегают, только мне идти, они опять вот тут уже, как у меня прыгают. И вот мне эти вот, если бы летом, летом проблемы не было, то опрыгнул, кипец вклассил бы, я защитился бы все. И все, вот не дошел, и он меня вот царапал, за руку укусил, ну, главное, это не рука, у меня вот после этого, вот они, вот они где укусили, не за руку считается, а душу они потревожили, сердце укусили, вот такие проблемы. И вот ходил я, ходил я 5 марта, 3 марта укусила, и последний укол я сделал 8 июня. Вот я ходил 3 месяца и 5 дней, ну, там у них специальный график. Первое время положили в больницу, мне 3 укола, там сразу первую в здравпункте сделали, потом в больницу сделали, и потом еще там, ну, у них график специальный есть. И вот последний июня, в июне месяце. Но не только Александр пострадал от нападения животных, другой орчанин также столкнулся с кровожадностью собак. Я все время хожу тут напрямую в магазин, ну, чтобы круголяне давать. На меня 4 собаки набросились, вот из них 2 очень, как сказать, как, прям готовы были прям укусить. Я пакетом отмакивался, ну, задом, 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 короче, упал. Ну, думаю, сейчас, наверное, хана, съедят. Благо, 2 женщины тут стояли молча, и один парень от мусорки в мою сторону, ближе, 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 или он их знает, или, может, они его боятся. И вот эти собаки как-то немножко отошли, и я деру отсюда, с этого двора, как можно быстрее. Сейчас тут не хожу, боюсь. Хожу все время, вот, могу показать. Без этой штуки, я сейчас не хожу. Везде со мной, потому что я боюсь. Сейчас стал бояться собак. Никогда не боялся. Если взрослым мужчинам тяжело справиться с стаей собак, то что говорить о женщине с ребенком? Во дворе просто невозможно гулять, потому что 11 собак, они спят прямо в песочнице. Вот я вожу ребенка в сад через эту поляну, тоже невозможно ходить, потому что их тут целые кучи. А там дальше в поляне валяются дохлые кошки, птицы, там целая гора костей каких-то непонятных, которые вот люди кормят. Ну, три человека их кормятся с дома, а все остальные страдают. Это вот просто невозможно. А вот они спят в песочнице, потом дети подходят, начинают играть с этой песочницей, и это просто какой-то кошмар. То есть собаки так же и могут на ребенка, жена? Ну, конечно, да, потому что тут некоторые дети играют с ними, и они даже начинают бегать, эти дети. И откуда ты знаешь, что у этих собак на уме? То есть сейчас она лежит, через пять минут она может на них кинуться, на ребенка кинуться, и все. По словам Арчан, один из их соседей специально подкармливает животных, а также специально привозит их во двор. Зачем он это делает, неизвестно. Жители дома собрали подписи и обратились к депутату Орского городского совета, ответственный за их округ. Екатерина Липатова, в свою очередь, обратилась к замглавы города по муниципальному хозяйству Артему Учкину, а также к руководителю Октябрьского района Дмитрию Задкову. Мы же попросили администрацию города уточнить, заключен ли контракт на отлов безнадзорных животных, а также что делать жителям Ялтинской. Денежные средства, выделенные Орску на обращение с безнадзорными животными, освоены в полном объеме. Управление жилищно-коммунального дорожного хозяйства и транспорта направило письмо в Министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности региона о выделении дополнительного финансирования городу. Заявки на отлов животных принимаются по телефону 20 66 45. Надеемся, в скором времени опасных животных отловят, и орчане смогут спокойно гулять по своему двору и не бояться за свои жизни и здоровья. Орский общественник-блогер Вильгельм Варкентин вышел на одиночный пикет в центре города. Он выступает против повторного введения масочного режима. По словам Вильгельма, на отдельно взятых предприятиях страны ношение масок вновь становится обязательным. Подобные распоряжения поступили, например, в некоторые подразделения МВД. 2 июня был отменен масочный режим в Оренбургской области и продолжающийся спад заболеваний, он по сути и сейчас продолжается, смертности нет. Сами масочные режимы, они даже с точки зрения рекомендации ВОЗа, они эффективны, когда человек моет руки, одевает маску, заходит в помещение, моет руки, снимает маску. У нас эти все рекомендации ни с экономической точки зрения невозможно выполнять, ни с инфраструктурной. То есть мы можем сделать вывод, что у нас невозможно соблюдение масочного режима, эффективного вообще. И подтверждение этому, скажем, в Воронеже продается завод по производству масок за 100 миллионов рублей. Они потому, что ненужный человек одну маску купил и всю эпидемию ее таскает. По мнению блогера, в основном сейчас серьезно заболевают те, кто неправильно питается, не занимается спортом и дышит загрязненным воздухом. Пикетчик уверен, необходимо пить витамин С, есть полезную еду, вести активный образ жизни. Он утверждает, что никакого усиления распространения коронавируса в стране в настоящее время не происходит, что вирус ослабел и маски не способны защищать от инфекции. Причем, говорит Воргентин, от масок у многих возникают кожные заболевания. Есть вот последние японские исследования, они на плакате изображены, в журналах расположены. Там обнаружены грибки и потенциально патогенные бактерии. Причем, если человек носит маску больше суток, количество грибков увеличивается. Почему это может приводить на дистанции? К различным болезням. Также масочный режим сам по себе, он нервирует граждан, различные споры начинаются. Ну, много минусов из этого. При этом общественник против конкретно ношения масок в общественных местах. А вот, например, в больнице медики должны быть в средствах защиты. Но сейчас я хочу обратиться именно к паслеру и его команде. Не вводите обратно эти масочные режимы. И это очень важная тема, которую я хотел бы сегодня поднять. Арчанин выступает против антиковидных мер с самого начала пандемии. Так, в октябре прошлого года Вильгельм также проводил одиночный пикет, выступая против обязательного ношения СИЗов. Тогда он был готов жить в ковид-центре без масок и защитных костюмов. Ксения Семененко, Игорь Платонов, служба информации, телерадиокомпания «Евразия». В Орске комиссия по оценке готовности учебных заведений к новому учебному году подвела промежуточные итоги. В 93 из 102 школ Орска готовы принять обучающихся, сообщает пресс-служба мэрии. На семи объектах продолжаются ремонтные работы. Две школы устраняют выявленные комиссией недочеты. Завершить работу необходимо до 12 августа. К этому времени все образовательные учреждения должны быть готовы на 100%. Напомним, на одной из таких проверок была и наша съемочная группа. Орскую школу номер 24 обследовала комиссия, которая должна оценить, готовы ли здания к приему детей в новом учебном году или нет. Вообще, это обычная процедура. Комиссионная проверка проводится в каждой школе ежегодно. Но, по словам директора школы Вячеслава Рощупкина, в последнее время процесс сильно изменился. При этом, утверждает он, зачастую директор не успевает сделать ремонт на к назначенной дате. И вовсе не из-за своего легкомыслия. Дело в том, что средства на проведение школы в порядок выделяются городской администрации. И их катастрофически не хватает. И выделяется совсем мало. И то, что выделили, не так-то просто получить. Трагедия на воде случилась в Орске на территории одной из турбаз. Мужчина плавал в Урале, когда ему стало плохо. В машине скорой помощи он умер. Выяснилось, что у Орчанина были проблемы с сердцем, из-за чего он и скончался. Еще одно происшествие на воде случилось на озере Тукай. Мужчина на лодке потерялся. Специалисты его нашли. Сейчас он в горбольнице номер два. Помощь ему оказывают медики. Еще раз напоминаем, лезть в воду нужно только, если вы хорошо себя чувствуете. Ни в коем случае нельзя купаться в алкогольном опьянении. Не забывайте про головные уборы. Но и если вы собираетесь в путешествие на лодке, приготовьтесь к этому как следует. Предупредите родных и знакомых и будьте внимательны и осторожны. Мало кому известно, но тройное убийство студенток медицинского колледжа в Гае было раскрыто следственным путем. После того, как в районе водонапорной башни случайные прохожие обнаружили окровавленные вещи и их сразу же направили на экспертизу. Благодаря генетическому учету преступников, эксперты смогли установить принадлежность образцов биологических жидкостей на одежде Арчанину Александру Лазареву. За многолетнее существование Следственного комитета России как отдельного ведомства, примеров раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений силами следователей и криминалистов очень много. Сегодня Следственный комитет – это мощная государственная структура. В штате которой, не считаясь личным временем и желаниями, трудятся тысячи опытных сотрудников. И чаще всего их работа связана с человеческим горем. В Гае на Орской 101 располагается Следственный отдел по городу Новотроицк, где с 2014 года несет службу старший следователь, капитан юстиции Дмитрий Каймаков. С 2022 года отделом руководит подполковник юстиции Алексей Фирсов. Гайчане не понаслышке знают, что криминогенная обстановка в округе бывает напряженной, случаются убийства, изнасилования, не выплачиваются зарплаты, совершают кражи группы лиц несовершеннолетние ребята, а на промышленных предприятиях гибнут люди. Именно сотрудники ведомства в числе первых приезжают на место ЧП, тщательно анализируют обстоятельства, работают со свидетелями и взымают документы. От их работы напрямую зависит то, насколько быстро предстанут перед судом виновные в случившемся. 25 июля сотрудники Следственного комитета отмечают свой профессиональный праздник – День сотрудника органов следствия Российской Федерации. В праздничный день редакция телеканала «Евразия» желает им успехов в работе надежных коллег и крепкого здоровья. В конно-спортивном клубе «Ника» Новотроицка с детками с ограниченными возможностями здоровья занимаются дипломированные инструкторы. В июне 2022 года два сотрудника клуба побывали в столице, где прошли углубленный обучающий курс по ипотерапии. Теперь реабилитацией посредством адаптивной верховой езды с детьми занимаются не два специалиста, как было ранее, а четыре. Сертификат, позволяющий проводить занятия с детьми-инвалидами, получила и тренер верховой езды Анастасия Сахарова. На этом курсе, на первом уровне, мы учились базовым навыкам коноводства, основам ипотерапии, методам воздействия ипотерапии, то есть как это работает вообще, как это оказывает лечебное воздействие на деток с особенностями здоровья. И учились именно проводить базовые занятия. Инструктор, который ей сделала на повышение квалификации, она у нас была по тренингу лошадей, то есть больше специализировалась на подготовке ипотерапевтической лошади, потому что не каждая лошадь именно годится для этого. Для этого нужен определенный шаг, определенная амплитуда, чтобы лошадь давала верный импульс ребенку, чтобы шла выпрямляющая реакция на спину. То есть, когда ребенок сидит на лошади своим тазом, его организм думает, что он идет здоровой человеческой походкой, потому что стереотип движения лошади и человека абсолютно одинаковый. Мы точно так же ходим шагом, рысью и голоком, как и лошади. Верховая езда стимулирует развитие опорно-двигательного аппарата и улучшает координацию. При езде расслабляются мышцы, что позволяет снимать блоки, которые невозможно устранить другими процедурами. В Нике в настоящее время занимаются 15 детей с заграниченными возможностями здоровья. И у многих из них отмечается положительная физическая и психологическая динамика. С каждым ребенком инструкторы проводят как минимум 8 специальных занятий, но в случае необходимости их может быть больше. Десцентр Гарант. Дезинфекция, обработка садов, полное уничтожение насекомых, доступные цены, лицензированные услуги. Телефон Ворске 32-19-86. Шоу Сланов. Цирк «Братьев Гертнер» Ворске. Проспект Мира, 15-D. На парковке ТЦ Яшма. В санатории-профилактории станции Орска детском оздоровительном лагере в Кувандыке выявили ряд нарушений. Проверку проводила Орская транспортная прокуратура при подготовке детского оздоровительного сезона в учреждениях. Так, в санатории-профилактории станции Орск нарушения касались пожарной безопасности. Замки на дверях и эвакуационных выходов в сауне и бассейне нельзя открыть изнутри без ключа. А система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании находилась во время проверки в неисправном состоянии. Плюс ко всему, с фасадной стороны здания был обнаружен дефект асфальтового покрытия. Также в момент проверки там лежала демонтированная металлическая лестница. А на потолке здания было разрушение поверхностного слоя стены. Что касается детского оздоровительного лагеря, то здесь тоже выявили нарушение пожарной безопасности. Так, на кухне пожарный рукав не был присоединен к пожарному крану. А пожарный шкаф возле медпункта не прикреплен к несущим строительным конструкциям медпункта. Территория лагеря не ограждена забором, что не позволило определить периметр территории. В связи с этим правильно провести обработку от клещей было невозможно. Также на склонах и на территории лагеря имеются заросли чилиги, а на самой территории детского здравительного учреждения не проводился своевременный покос травы. В целях устранения нарушений транспортным прокурором начальнику дирекции социальной сферы внесено представление об устранении нарушений, которые находятся на стадии рассмотрения. Пять несанкционированных свалок в Ленинском районе Орска обнаружила Орская межрайонная природоохранная прокуратура. Горы мусора раскинулись на улицах Приуральской, Сельской, Короленко, Луганской и переулки Нежинском. В том числе на территории водоохранной зоны реки Илшанка. Поскольку поступает очень много обращений жителей о том, что на территорию города Орска расположены несанкционированные свалки, Орская межрайонная природоохранной прокуратуры в период с 30 мая 2022 по 27 июня 2022 года были проведены проверки по нарушениям в указанной сфере правоотношения территории Ленинского района города Орска. По результатам прокурорской проверки в адрес руководителя Ленинского района Орска внесено четыре представления с требованиями устранить нарушения закона об отходах производства и потребления. В настоящее время администрация среагировала очень быстро. Все представления природоохранного прокурора были рассмотрены и удовлетворены. Принято положительное решение. В полном объеме несанкционированные свалки, находящиеся на территории Ленинского района, а именно выявлены на улицах Приуральская, Сельская, Короленко, Луганской и на переулке Нежинском, ликвидированы. Кроме того, начальник отдела коммунального хозяйства администрации Ленинского района города Орска привлечена к дисциплинарной ответственности. К сожалению, подобные свалки появляются во всех районах Орска. И главной причиной их появления являются недобросовестные жители города, которые выбрасывают мусор в запрещенных местах. Также хотелось бы обратиться к жителям города Орска. Поскольку мы живем в одном городе и несанкционированные свалки, они появляются в результате нашей деятельности. Поэтому хотелось бы отметить, что необходимо выбрасывать мусор, не складировать его на территории, тут же выходя из дома или на соседние улицы, а необходимо складывать специально отведенную. В Гае на обочине дороги по декабристов лежит труп собаки. Скорее всего, животное стало жертвой ДТП. С жалобами на нестерпимый запах мертвичины в нашу редакцию обратились жители декабристов-5. Отметим, что поблизости располагаются торговые точки, в частности продуктовый павильон. Как в таких условиях могут работать продавцы и как ситуацию оценивают покупатели? Остается только догадываться. В Орске есть одна определенная категория водителей, которые любят ездить по встречке. Совсем недавно мы рассказывали о том, как черная Митсубиши проехала против шерсти на перекрестке проспекта Ленина и улицы Нефтяников. Видимо, этот перекресток – настоящий магнит для нарушителей, так как теперь ту же самую ошибку на том же самом месте допустил водитель белой иномарки. То, что надо пропускать пешеходов и двигаться по зеленому сигналу, водитель знает, а то, что нельзя ехать по встречке, видимо, нет. Приветствуем его в рубрике «Водятел» и надеемся, что нерадивые водители города наконец-то запомнят, что ехать против шерсти запрещено. Напомним, рубрику «Водятел» создали для того, чтобы туда попадали самые злостные нарушители правил дорожного движения. Расшифровывается название рубрики «Как водитель, я творческой езды любитель». Если у вас есть герои для этого раздела, присылайте нам. Наши пароли и явки вы можете видеть на экране. С 12 по 20 июля в Гайском городском округе провозился конкурс детского рисунка «Пристегни самое дорогое», напоминающий о важности использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности. Накануне сотрудники полиции совместно с общественным советом подвели итоги. Два призера были отмечены подарочными сертификатами, а главный приз «Детское автокресло» получила победительница конкурса. 24 июля на стадионе «Металлург» в Новотроицке состоялся футбольный матч между клубами «Носта» из Новотроицка и «Иртыш» из Омска. Это первый матч сезона 22-23. В начале игры шла борьба за инициативу. Команды старались, одинаково часто ошибались, но по ударам по воротам доходило редко. Первый опасный момент случился у ворот хозяев поля. Иртыш на 18-й минуте даже забил гол. Но рефери из-за положения вне игры этот мяч не засчитал. Практически сразу же голки перностовцев Никита Алексеев дважды за минуту спас «Ностой» от неминуемого гола. Футболисты Новотроицка изредка беспокоили вратаря гостей, но успеха не добились. Первый тайм закончился со счетом 0-0. Во второй половине встречи зрители увидели совсем другую «Носту» – быструю и атакующую. Гости оказались прижаты к своим воротам. На 50-й минуте игры из поля был ударен игрок Иртыша Булат Садыков. И практически сразу же «Носта» реализовала численное преимущество – гол на счету Владислава Абрамова на 51-й минуте. К сожалению, удержать победный счет Новотроицку не удалось. Кончились силы. И за полторы минуты до окончания основного времени счет сравнял Кирилл Макеев. Судья добавил шесть минут, которые оказались валидольными для хозяев поля. Атаки Иртыша следовали одна за другой. Благо, гости не смогли извлечь из своего подавляющего преимущества положительного результата. Ничья. Очень хороший результат для стартового матча «Носты». Партнер программы «Десцентр Гарант». Телефон в Орске – 32-19-86. Телефон в Орске – 32-19-86. Телефон в Орске – 32-19-86.